Днём 12 градусов тепла, облачность с пояснением и возможны раскаленные дождя, подводят северо-западный ветер, который с 4,5 мм в секунду. Вечер похолодает до 8 градусов, козаком плюс, переменные облачность и безключательные рассадки. Ночные часы в городе всего плюс 5, дождей не ожидается, зато возможны бумаги. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм. Ну а теперь движение в городе, смотрим на московскую культуру, это 17 км мука, камера работает в районе Кахпорки. Посмотрим, что там происходит, движение здесь плотное, сейчас карта подскажет, на какой именно стороне московской культуру. Скорее всего, на внутренней, там несколько аварий, хотя и на внешней стороне тоже имеют затруднения, но это движет к югу города, а не к ее полотоку. Ну а теперь карта. Яна поставила тратку оценку в 5 баллов, узнаем, что происходит в эти минуты на мука более подробно, как раз обозначим границы этих пробок. Итак, внешняя сторона медленно едет от Магиаславского шоссе до Сашковского, по той времени 20 минут, в этом же направлении продумывается к югу. Прямо сейчас Евгений Гришковец попрощается с бумагой, а городские власти постимулируются прошли пары, те, кто прожил в месяц и полвека. В ближайшие 10 минут встречаются с Иваном Раскоповым, а с новостями вернемся в половине 9-го. Тогда же погода терапия увидимся. Сегодня понедельник, 1 октября. Доброго вам утра. Вы правильно делаете, что встречаете этот день с нами. Мы не испортим вам настроение, а наоборот, дадим позитивный заряд на всю оставшуюся неделю. В студии Иван Раскопов. Сегодня «Современник» открывает новый сезон спектаклем «Три товарища», который уже стал снув своеобразной визитной карточкой театра. А первая темния запланирована на 13 и 20 октября. Зрителям представят постановку по романам «Всеволода Дениксена. Геноцид. Деревенский анекдот». Познакомиться с афишей 57-го театрального сезона можно на сайте «Современника». Три товарища давно стали визитной карточкой «Современника». С роли Патрисии когда-то начиналась звездная карьера Чулпан Хаматовой. В прошлом году на эту роль ввели и молодую актрису Светлану Иванову. Первой премьерой нового сезона станет спектакль по роману «Всеволода Дениксена. Геноцид». Жанр которого авторы определяют как «Деревенский анекдот». По стиле-то он как? Как-то. Сама. Эта история такая антиутопическая по своей сути. Эта история про деревья полуфантастическая. И вот мне подумалось, что на вот этом встыке интереса к человеческой фактуре, которая современника отмечается, в такой актерской игре, в образовании психологизма, и в таком игровом началу, которая, наверное, антиутопия, по сюжету в некой условной деревушке под названием